Такой момент, смотрите, все вы воспринимаете мою передачу о том, что я рекомендую всем, я позиционирую свой канал, каким образом, то есть гуманными способами заставить собаку выполнять ту или иную команду, выбрать ту или иную линию поведения, да, но не надо уж прям так сильно утрировать-то, то есть все равно какие-то наказания должны проходить, то есть просто они должны быть целесообразны и равны тому поступку какому-то, который совершило животное, то есть, ну, например, там избивать собаку, да, там, бить ее чем-то, предметами какими-то, это не имеет смысла, да, я объясню почему, потому что, ну, вот собака изначально, она, считайте потомок шакала, волка, да, она создана для того, чтобы драться, драка это для нее стиль жизни, поэтому, когда вы будете ее бить, здесь вы большого результата не достигнете, вы добьетесь только того, что собака будет трусовата, а агрессия, которая именно вызвана трусливостью, это один из самых видов тяжелых агрессий, поэтому здесь не надо прибегать к этому способу, такие же способы есть, да, ну, вот первый способ, например, да, это голосом, да, сказать строго, то есть, вот смотрите, когда вы говорите, у собаки есть два вида лая, то есть, первый вид лая, это когда голосом она гав-гав-гав-гав-гав-гав, вот так вот лает, да, и второй вид лая, это когда она легкими начинает бах-бах-бах-бах, вот так вот лает, да, и когда она именно легкими, то есть, басом начинает рычать, лаять, там, и так далее, это уже от собаки идет какой-то конкретный вид предупреждения, то есть, вот, я сейчас тебя предупреждаю серьезно, дружище, то есть, прежде чем на тебя напасть, или как-то проучить тебя, да, я вот тебе покажу вот так вот своим низким басом, таким, ух, ух. То есть вот здесь вот вы когда говорите собаке, вот интонация очень важна. Поэтому, когда вы понижаете свою интонацию, вы даете собаке понять о том, что сейчас это идет уже серьезное предупреждение. Если собака серьезно не отреагировала, да, то есть продолжает играть, продолжает как-то беспредельничать, здесь уже должны вступить в силу там, ну, следующий вид предупреждения, да, то есть как вот, например, мама наказывает своего щенка, да, ну, она его прикусывает просто. То есть у вас нету зубов, вы зубами не можете прикусить собаку, но вы можете показать имитацию укуса, да, вот у вас есть рука, у вас есть пальцы, и вы в область холки, например, можете там тыкнуть, да, это будет имитация укуса с вашей стороны. Это следующий вид наказания, то есть это, еще раз говорю, что наказание должно быть равно там поступку, который совершает собака. И уже крайняя степень, да, наказания собаки, это когда вы собаку, вот две собаки дерутся, да, одна другой подчиняется, она говорит о том, что я, все, ты победил, ты молодец, как это происходит? Она ложится на бок, поднимает лапки, да, и все, и другая собака ее уже не трогает. То есть здесь происходит что-то, унижение животного. Так вот, самая крайняя степень наказания, это обряд подчинения. У меня есть урок, посмотрите внимательно его. Но еще раз хочу всех предупредить о том, что если вы не готовы провести этот обряд подчинения, я его так называю, вот, то, собственно говоря, не стоит и начинать, потому что если вы его неправильно проведете или не до конца вы его проведете, здесь собака может принимать то, что она победила и она является вожаком. То есть вот эта крайняя степень, это обряд подчинения. У меня есть урок, посмотрите внимательно, я там все подробно рассказываю. То есть не всех собак нужно класть на бок, там, если порода мелкая какая-то или щенок, достаточно поднять за шкирку его, подержать, ну, просто продемонстрировать свою силу. Ну, можно там за горло вот так вот взять пальцами, да, подержать. Собака поймет, что, в принципе, вы сильнее. Главное, что вот вы демонстрироваете свою силу, поэтому избивать как-то не надо. И потом по поводу наказания я еще что хочу сказать. Собака живет сиюминутно. То есть вы где-нибудь видели затаившую обиду собаку? Нет, конечно. То есть если произошла какая-то стычка между ними, то буквально через пять минут они уже будут друзьями, уже просто одна другой додала понять о том, что вот я тут вожак, а ты тут никто. И через пять минут они будут уже вести целесообразно вот тому вот образу, кто там из них вожак. То есть обижаться никто три часа друг на друга не будет. А мы же что делаем? Мы же очеловечиваем собаку, да, там собака где-то что-то неправильно сделала, мы сорвались ее, побили собаку, а потом ходим и полдня на нее обижаемся, да. Это тоже неправильно. То есть здесь нужно вести именно вот буквально там через пять минут, если вы все это сделали хорошо, вот у вас все получилось, то через пять минут вы забыли, начинаете заниматься, собственно говоря, по-новой. То есть, ну, это что касаемо наказания. Идем дальше. Идем дальше.